Опа, здорово всем. Всем привет, доброй ночи. Так, чат. Тут, в общем, весьма такая любопытная ситуация произошла. Ну ладно, сейчас расскажу. Значит, для начала, для начала, чат. BTS Dota 2 Online America. Играют много-много-много разных команд. Получше, в общем, я так посмотрел в целом на то, что мы будем смотреть. Вроде бы как, вроде бы как чуть-чуть получше, чем на Омега Лиге, но все равно, конечно, делайте скидку. Это Америка. Тут своя атмосфера всегда. Значит, играть должны были Crazy против команды Business Associates. Но если вы посмотрите на состав команды Zero, то вы увидите всех тех игроков, которые играли в Business Associates. Просто кому-то, видимо, пришла идея, что нужно срочно поменять аватарку на анимешную. И поменять название команды. Вот. Кто бы это мог быть? Интересно, даже не знаю. В общем, в принципе, это Business Associates против Crazy. Значит, у нас BO2 противостояние. Будет в любом случае две карты. Сегодня ночью, соответственно, я буду один для вас работать. Все четыре BO2. Вот, надеюсь, я выживу. Вот. Поэтому делайте скидку сразу, ребят. Я недавно вернулся с командировки. У меня еще такой, типа, неперестроенный режим. То есть, ну, нормальный европейский режим, когда я там в час ночи засыпаю и там в девять утра просыпаюсь. Вот. Поэтому вполне вероятно, что меня поплавит на третьем BO2. Вот. И стартовать я буду стараться, чтобы так поэкономить силы, ну, где-то во второй стадии драфта. Потому что, ну, в принципе, играют такого класса команды, что на первой стадии драфта особо нечего обсуждать. Вот. Плюс, ко всему прочему, я постараюсь более-менее неформально вести эфир. Потому что вести эфир одному формально достаточно сложно. Так что устраивайтесь поудобнее. Наливайте чай, кофе и, там, я не знаю, какао, кому что больше нравится. Вот. Можно будет посмотреть что-нибудь, типа, поорать, значит, сегодня с дотки. Вот. Чатик я читать буду, там, в перерывах в основном. Вот. Сейчас только чекну, все ли там в порядке со стримом. Да, со стримом вроде бы как все окей. Дропов никаких нет. Вон, отлично. Значит, Business Associates. Что мы знаем про них? Это Envy, Roya, Snaking, 1437, Brax. В принципе, достаточно известные игроки для американской сцены. Команда Crazy. Ауи, Брайл, Мунминдер, Кезу и... Кей-3. Вот. Ну, в принципе, тоже все известные достаточно никнеймы, поэтому те, кто следят регулярно за американской дотой, они, в принципе, всех знают. Да даже, на самом деле, те, кто нерегулярно следят. Просто иногда заходишь посмотреть на какую-нибудь катку, там, в... Ну, в той же самой Северной Америке или, там, в Юго-Восточной Азии, там, на какую-нибудь Тер-2 сцену. Ну, там, такие никнеймы, ты таких вообще никогда не видел. Ничего про них не можешь рассказать. А здесь, в принципе, вот такой редкий случай для наших стримов, что все 10 игроков, они все, в принципе, 10 достаточно известны. Ну, кто-то больше известен, как, например, Envy и Ауи, да. Кто-то меньше известен, как, наверное, Руёя и... Я не знаю, кто тут... Ну, может, Брайл, наверное, он тоже вроде так особо ничего не выигрывал крупного в своей жизни, по крайней мере, я не помню. Вот, но это игроки, тем не менее, да, все 10 игроков, которые регулярно на профессиональной сцене показываются, светят лицом, и их можно увидеть. Да, по драфту. Рубик, Блотикер, Варлок, Спектра у команды Радианту и у команды Дайер, Крейзи, соответственно, Титану, Морфин, Рейнджер. Легион, АЧК. По банам что-то интересное отметить. В принципе, все стандартно, прям как на Омега Лиге. Классика жанра. Банится Бэтрайдер, любопытный бан. Дело, видимо, в том, что... соперник имеет ласт пик, и не хочется ему давать возможность, допустим, добрать Бэтрайдера в мид, ну, когда он там закроет полностью вражеского мидера. Ну, команде Зеро наверняка нужно сейчас какого-то более-менее гибкого героя представить на следующий пик, потому что... Ну, ладно, не гибкого, хотя бы универсального. Гибкого-то им уже не представить, поскольку, ну, Блотикер — это герой, который в мид вряд ли пойдет. Хотя он мог бы, но я почти уверен, что в мид он не пойдет. Вот, и им нужно что-то типа Кунки, что-то типа... Пака, наверное, даже какого-то вот неплохо бы смотрел. Пак, кстати, вообще идеальный, я не знаю. Мне кажется крайне странным то, что Пака очень редко используют команды в современной доте, поскольку герой очень-очень хороший. Мы его видим крайне... так, что там? А, вот, короче, написали, значит, что в Team Zero у нас Envy, Snaking, Brax, 1437, Ruyoya и... То есть это три человека из пяти из бывших бизнеса SOS, да? Фир и Му ушли, вот, и поэтому сделали такой, типа, ребрендинг своеобразный. Так, тут у нас появляется Inwalker. Это нифига не универсальный герой. Он закрывается. Кунку, кстати, забанил Ауе. Достаточно грамотный бан. Он закрывается очень легко. Templar. Вот, просто пикается Templar. Мы на Омега Лиге, кажется... Ну, вот ту игру, по-моему, Secret'ы проиграли, да? Вот где играли... Они Templar играли против нового там Топсона, кажется, да? Он был там на Inwalker'е. Вот, но Templar там очень хорошо простояла. То есть и она очень... И ниша крайне много импакта делал своим героям. Там просто в целом, если я правильно помню, в целом OG сыграли чуть-чуть получше. Если, опять-таки, может быть, ту карту и Secret'ы выиграли. Я не помню. Это был как раз вот финал верхней сетки, кажется, да? Ну, точнее, там, полуфинал, да? Там можно так сказать. Или финал верхней сетки, в общем, смотрят. Рассуждайте, как хотите. Вот, и там была такая тоже каточка. Загадка для меня, почему люди перестали вообще брать Templar'ку. Они видят Inwalker'а вторым пиками и не берут Templar'ку. Это ж так легко. Это ж easy просто. Почему вот, ну, это так редко происходит? Это ж абсолютно, ну, фришный лайн. Так, ну чё, надо, наверное... Или ладно, не надо. Хотел Сенсу чуть-чуть пониже поставить. Ну да, ладно, бог с ним. Так. Зашел в чат посмотреть, чё там. Было 2600 зрителей. Но они, наверное, были с... С ребродкаста Омега Лиги. О, Арканка на VR'очку есть. Когда VR'ку ультует с этой Арканой, кажется, как будто в неё Винтерскёрс прокастовывается, если честно. Это у меня первое было такое ощущение. Так, у нас Мунминдер на Виндрейнджер, Кейтри на Морфе, ИЧФН Кейтри, Ауи на Титане, Кезу на Легионке. Ну, по сути, это должна быть линия Титан-Морф. Скорее всего, рейнджевик-милишник, и здесь рейнджевик-милишник у команды Крейзи. Энви на Спектре на своей коронной. У Энви много коронных героев. У него и Спектра коронный, и Террорблейд коронный, и Эмбер коронный. И Дровка, наверное, тоже его такой прям сигнатурный персонаж. Есть ли у него вообще хоть один герой? И на Фантомке он тоже играл очень много. Ну, этот игрок на сцене довольно продолжительное время выступает, поэтому неудивительно, что у него настолько много хороших там сигнатурных персонажей, по которым его старая школа помнит, скажем так. Новая эта школа, наверное, думает, что Энви просто руинер и плохой игрок. Но они, наверное, не знают о том, что когда-то он с Пупеем разваливал был в команде, когда-то он был одним из лучших на самом-то деле Кэрри. Вот без шуток. Чего-то без шуток. 10 побед подряд предсказано. Но это ладно, это можно сделать в анранке деревьев турбо. Так что не показать. А тут у нас статы что-то не показали. Ну ладно. Странно, кстати, что статы не показали. Ну, поехали. Так, инвокер у нас квас фиксовый. Так, и мне нужно на хат переключиться, да? Вот так вот. Хоп-па. Все, так, вроде стрим не лагает. Мне просто я запустил титры, посмотрел, что-то там какая-то загрузка процессора очень большая была. Удивился, такого раньше никогда не было. Ну, вроде бы как стрим не лагает. Ладно, короче, мне там работяги смотрят, они там скажут, если что. Так, поехали. Значит, Блассикер, Рубик на топе. Темпларка в мид инвокера, понятно. И здесь попытка сделать ФБ. ВР-ка. Ныне очень популярен билд через Нульталисман на ВР-ках, четверках. Да и вообще на многих других героях, которые вот так вот приходят зонить. Нульталисман, он дает мана региен, он дает приятные статы. Так что 14-37 рискует отъехать. Кидает на себя Shadow World, пытается подольше пожить. Ну и вообще, наверное, выживет. Правда, досталось ему, досталось ему крепко. Странно, что подобным образом игроки поступают вот до сих пор. Ну, типа, смотрите, я уже немножко просто позевывать даже начинаю. Простая логика, да? То есть Морф на кэре, у него нет скиллов, он не может контестить руну. Значит, два саппорта идут в бот и будут тут драться. Будут пытаться здесь отжимать руны. То есть выходить сюда и давать сопернику шанс отдать ФБ, ну, это достаточно... Ну, согласитесь, странно было бы. Ну, ладно, тут Варлок второй спелл на себя скастовал, у вышки погрелся, вроде бы отрегенился. То есть, в принципе-то ничего страшного не произошло для 14-37-го. Но просто на будущее, чат, если вы видите такую ситуацию, что у врага Морф, имейте в виду, что к вам на легкую линию, скорее всего, к вам на легкую линию придет сейчас три героя и будут там руну отжимать. Соответственно, вам надо либо туда тоже прийти с четверкой, со своей, чтобы, ну, поконтестить, если вы хотите ФБ сделать, либо вы просто в топе концентрируете свои силы и стараетесь играть. Так, а что у меня? Что-то странная какая-то стата открылась. Так, Верка-легионка против Варлока-спектра. Ну, по идее, Варлок-спектр здесь кайфуют, фармят. Что тут в спектре сделать? Она под Варлоком, она постоянно регенится. Мунминдер неплохо вроде бы протрейживается с 14-37, но, опять-таки, посмотрите, сколько у Варлока ресурсов на этой линии. Здесь, в общем, наверное, смотреть по большому счету, по крайней мере, пока что не на что. Кезу у нас с кольцом Норигена стартует, тоже не очень популярный билд такой существует. Но, как правило, я вижу его именно на кэри-позициях, когда берут одно кольцо или два кольца и качаются, фармят. Так, ну а в топе Бладсикер, да, Бладсикер, Рубик против Морфа и Титана. Но тут линия как раз неоднозначная. То есть тут как и Рейдиант могут хорошо отстоять, так и Дайер. Задача Дайер просто фармить, пожалуй. По крайней мере, первые три левела. Задача Рейдиант. Пока Морф третий левел не получил, стараться максимально ему мешать. Тут Ауи. Ой, слушайте, Ауи-то серьезно. Как он бьет? Бьет, будь здоров. Вот, надо... Да, Бладсикеру как можно скорее второй левел получить. Пропивается с Нейкингом Пласка. Вейформу еще Фэйна есть. Он его прокастовывает, вылетает за Бладрайт. Но Бладсикер-то подзаряжен. Слушайте, Морфу неприятно. Но Морфа первая перекачка. И HFN. Жмет Фэйрифайр. Пытается выжить. Еще летит Пичка. И получается у нас Ферст Блад для Снейкинга. Но свою задачу, ребята, вот выполняют. Да, на топе. Как, ну, я имею в виду Рейдиант команда. То есть они стараются максимально напрягать Морфа, пока тот не апнул третий левел. Потому что, когда Морф апнит третий левел, он, по идее, должен купить себе стики обязательно. Поскольку здесь вот идет спам. Вот идет спам. Постоянный спам от вражеских персонажей. Стики Морфу, они в принципе нужны. Даже когда спама особо нет. На Морфе без стиков, мне кажется, не так часто играют люди. Вот. А на такую линию, ну, тут уж прям подавно. В миде особо ничего интересного. Тут темпларка на супер фулл фри фарме. Квас виксовый инвокер, он темпларке, ну, он ей сделать ничего не может. Он ей не может помешать вообще. Вот. Он может постараться сам максимально фармить в таком случае. Да, то есть если инвокер против темпларки на линии выйдет, там, либо с крип 100, там, 50 на 50, либо там чуть-чуть поменьше, считается, что такой инвокер свою линию выиграл. Вот. Поскольку темпларка, она очень хорошо каесит. Много крипов динает, много крипов ластхитит. Вот. И в конце концов, имея левел 6, а у тебя левел 5, она там тебя ловушками обставляет, и ты ничего не можешь сделать. А в топе тяжеловато, конечно, приходится. Титану и морфингу второй раз там герой погибает. Бракс прокачивается. Еще один Блодрайт. Телекинез. И у морфа нет веформы. У него до сих пор левел 2 очень плохо. Крейзи прям нормально тут кушают. Кушают очень-очень даже здорово. Ну, конечно же, для них ничего здоровского нет в том, что происходит. Вот. По поводу инвокера скажу, что вроде бы как нормально пока стоит. Жить можно. Сейчас торнадо надо кинуть, да? Четко двух крипов через торнадо роя добивает. И темпларке проигивает он всего лишь 4 крипа. Это очень хорошая статистика. Мунминдер подбирает руну иллюзий. Подходит в центр. Убить инвокера... О, кстати говоря, можно. У него мана на гостволк не хватит. В гостволк стоит 200 маны. Вот. Ему просто не хватит ресурсов. Иллюзии выходят. Агрят на себя вышку. И все-таки виндрейджер телепортируется в топ. Ребята решили попытаться триплой постоять, чтобы дать Марфу, видимо, экспириенс. Ну, точнее, дать Марфу пофармить, но отнять у него при этом экспириенс. Извините, пожалуйста. Ну, в общем, ладно. Их право. Вот Легионка таким образом остается одна. Легионка на линии против Варлока Спектры. Это хороший герой по той простой причине, что Варлока Спектра не могут ее нормально напрячь. Если Спектра начинает нападать на Легионку, та просто стоит в крипах и за счет третьей своей способности нормально отжирается. Если Варлок вешает Фаталки плюс Шэдоу Ворд, то Легионочка с себя это просто все снимает второй способностью и особо ничего не получает от этого в негативном плане. Мидасик там у нас энвиз задумал. Хорошо, Мидасик. Ладно. Тут у нас супербыстрая урна от Рои. Надо бы ее как-то зарядить, конечно. Нет смысла в супербыстрой урне, если ты ее не зарядишь. Потому что... Ну, а что? Урна сама по себе, она не так уж и много дает. Там брони что-то вроде бы дает. Немножечко статов. Небольшой манореген дает. Ну, ладно. Зато если где-то какой-то фраг будет, то инвокер наверняка в нем будет участвовать и сможет. Сможет забрать. Или хотя бы ассиста получит заряд в урну, если будет достаточно близко стоять. Контроль пврапов. Под ловушку выходят игроки. Радиент. Руну регенерации забирают у нас инвокер. Не то чтобы прям суперполезная, но лишней не будет. Подвосстановить немножечко ману. Почему бы нет? В топе проблемки у Бракса. Такие небольшие варлок телепортируются сюда, понимая, что на линии против спектра он уже там не особо нужен. Ну, неплохой шекл. Сюда бы инвокера на самом деле. Прямо сейчас. Он мог бы уже давно запорталиться, если честно. Тут можно было и урну зарядить, и героев поубивать. Вот этих, по крайней мере, двух. О, но в итоге сейчас еще и Бракса варят. Бракс. Да? Бракс не умирает. Ну, не знаю. Что-то по ДФК-шти решил Роя. Надо было сразу ему телепортироваться, наверное. В топ. Ладно. Решил поиграть на свой фарм. И вот сколько? 7 минут прошло. Ладно, давайте пока не будем обращать внимание на статистику по крипстату. Между инвокером и темпларкой. Давайте чуть-чуть попозже это обсудим. Скоро хаунт будет у спектры. И это очень-очень печальная новость для команды Крэйзи, потому что в топе у них очень низколевельные герои. И за счет хаунта туда можно прилететь и порешить каких-нибудь саппортов, по крайней мере. Если туда инвокер перетянутся, там 100% можно порешить героев. Но команда Зеро не ищет легких путей. Они решили гонгануть легионку. Ну, что ж. Хорошо. Посмотрим. 800 хп, 8 зарядов в стиках, чейнмейл, восьмерка брони. Очень близко легионка находится к таверу. Поехали. Торнадо, нож, ДМП-шка, телекинез. Нормально. Загангали. Да? Очень долго Кезу прокастовывался. Ага, загангали. Проверяй. Ну, в общем... Очевидный был бы выход от инвокера в топ, конечно, если бы он туда побежал. Но там реальные фраги можно было делать, да? То есть в боте на вот эту вот легионку... Ну, даже без стомпа. Вот, я не знаю. Даже если бы Ауи бы не застомпил, мне кажется, все равно бы там легионка как-нибудь бы отковырялась. Выбежала бы. Осталась бы в живых. Ну, и... Если уж на то пошло, не ожидать сейф-телепорта. Достаточно странно. Атака на морфа. Морф использует перекачку. Сейчас получит Бладрайтом. Небольшое количество урона. Инвокер подходит. Колд снэп. Заряда в урну нет. И... И ЧФН просто уходит. Вот просто вот пораньше бы, да? Вот Инвокер бы здесь был. И под этот хаунд ребята бы напали. Может быть, кого-то бы еще забрали. Так, 14-37 у нас умирает в центре. Тут просолка для Брайла. Он... Хорошо прокачался. Восьмой уровень. Ловушки уже расставлены. И не так-то просто на центре стоять против Темпларки. И... Лутать, скажем так, экспу. Шаг влево, шаг вправо. Ловушка взрывается. Ты замедлен. Темпларка на тебя нападает. Ты умираешь. Ты в пиве, как говорится. Вот поэтому... Нужно либо... Либо центрейда купить побольше. Просто здесь все противвардить. Либо просто стоять крайне осторожно. Крайне осторожно. Ладно, у саппортов должны быть хорошие лвла. В боте освободилась линия Спектра в данный момент. Прокачивает мид. И Снейкинг здесь может полутать что-нибудь. По возможности, конечно, надо и голду, и экспу лутать. Вот. А Варлок у нас бежит куда-то в смолки поставить вижн. Хитро, честно, он куда-нибудь сюда воткнет, да? Ага. Ну, так, Сентрю поставил, да. Заблочил кемп в ташке. Не стал обсервер ставить. Ну, мог бы на самом деле... Ну, ладно, если ты блочишь Сентрю, то ставить обсервер нецелесообразно. Из-за того, что там потом пойду девардить, и твой обс заодно могут задевардить. Это не очень круто. Вот. Ну, ладно. Там можно было бы, по крайней мере, поставить вижн и попытаться на Топларку напасть, пока она будет чистить Эншентов. Десятая минута. Баунти руны. Смотрим. Ау, и простакивает, кстати. Причем простакивает очень грамотно. Обратите внимание, два компа сразу. Тем временем в Топе Рубтура пошла в Мунминдера. Мунминдер делает телепортацию и выживает. Интересно. Так, преимущество 2000 золота за командой Крэзи. Несмотря на немножко неприятную ситуацию в Топе для Марфа. Он вырывается в Топ-2 по Нетворсу. Топ-1 по Нетворсу держит Темпларка. По понятным причинам она фармит намного быстрее инвокера. И вот посмотрите, вроде бы Руиоя очень круто простоял. Именно лайнинг стадию. Первые 5 минут он проигрывал всего лишь 5-6 крипов этой Темпларки. Это крайне хороший результат. Крайне хороший. Но вот, проходят еще 5 минут. И вроде бы инвокер не умирает где-то. Не фидит особо. Не страдает какой-то херней. Не фидит. Опять-таки, да? Извините за тавтологию. А Темпларка все равно имеет на 2000 Нетворса больше. Потому что, ну, отнять фарму там Пларки инвокером очень трудно. Даже если она там где-то Эншн-то фармит. Там выйти туда. Ну, саппорты нужны, конечно, инициативные. Пятерка Варлок, четверка Рубик. Это саппорты крайне неинициативные. Но если Рубик, он плюс-минус какими-то полезными скиллами обладает, то Варлок для Ганка вообще ни одним полезным спллом не обладает. У него все спллы исключительно на тимфайт. Вот на тимфайт и на Лайнинг Стадию, да, имеется в виду второй сплл. О, сочный Монминдер. Попасть бы в Торнадо. В него, но решили напасть на Марфа. Морф под бухтюрой пошла перекачка. Перекачку ворует Снейкинг. Сразу же перекачивается. Комбинация просто чудовищного... Просто чудовищно-скилловая комбинация здесь пошла. Варлок кинул ульту прямо в Торнадо. Точнее, наоборот. Сначала плютил голем, потом плютил ульт Варлока. Что, конечно же, плохо. Но тут вроде бы пока что-то как-то отковыриваются Радианты. Они напали, напали кривовато, убили Марфа в итоге. И тут рискуют еще саппорты погибнуть. Однако, пока погибать никто, кажется, здесь не собирается. ЕМП. Хаунд пошел на Кизу. Кизу жмет стики, живет. Хороший шекл от Монминдеров. Отталки висят. Обидно. Да, в итоге еще и Кизу забрали. Преимущество, правда, выросло до 3000. Брайл добрал Блинк Даггер. Так, сейчас быстренько, извините, пожалуйста, что-то там нужно посмотреть. Так, говорят, стрим не лагает. Все, хорошо, прекрасно. Отлично, зашибись. Великолепно. Забирают тирадин-бышечку в топе. Энви оставляют ему ласт хит, конечно же, чтобы он получил дополнительный кэш за уничтожение вышки. О, а темпларка по дефолту дезолятор делает после покупки Блинк Даггера. В чем заключается особенность геймплея команды Дайер в ближайшие, я не знаю, минут, давайте скажем, 15. Даже много, наверное. В ближайшие минут 7 или в ближайшие минут 10. Их задача, добив дезолятор на темпларке, постараться зафорсить где-то драку. Зафорсив эту драку, заставить соперника заюзать хаунд плюс ультимейт варлока. И при этом постараться отдать как можно меньше героев. То есть желательно там только саппорт, когда такое произойдет. После чего перегруппироваться, подрегениться и тупо пойти на Рошана. Тупо пойти на Рошана, забрать этого Рошана и получить преимущество в мидгейме. Соответственно, задачи команды Радиант противоположны. Ну, то есть исходя из вышесказанного. Им нужно как можно лучше затрейдиться. То есть если соперник пойдет нападать, или просто в тупую Рошана пойдет бить. Их задача, как можно более ценных героев забрать. А не там какого-нибудь одного Элдера Титана. За хаунд плюс ультимейт варлока. Крэзи в смоуке хотят на Энвин напасть. Не уверен, что это хорошая идея у них. Нет нормальных станов. На друг друге, скажем так. Ничего не выйдет. Темпларк из блинка забирает руну невидимости. Посмотрите, разница. Девятый уровень инвокера, тринадцатый темпларк. И понятно, что в принципе сравнивать этих героев относительно друг друга достаточно глупо. Просто темпларк она свои функции выполняет на карте, инвокер свои функции выполняет на карте. Но всегда тяжело играть против большой темпларки. Большая темпларка это и возможность раннего какого-то выхода в лейт с каким-то дезолятором БКБ нулифайром, что она тебе саппортов режет. И возможность для темпларки Рошана забрать. И возможность там вышки как-то позабирать. В общем, нужно быть очень-очень аккуратным в игре. Вот таким пиком, который есть у команды Зеро. Так, Хаунд десять секунд. Мидасик не в кулдауне. Пошла трещина. Цепануть леденка никого не может. Врывается Брайл. Начинает давать неприятные пички. Ой, просто прекрасно Брайл здесь сыграл прямо. Блин, канулся из-под голема и пошла развалочка. Пошла развалочка. Торнадо перелетело от HF на колл снэп с Томпой. Дуэлька. Ну все, плюс Рошана. Сразу можно идти. Голема нет. Заберут тут, конечно, как-то там... Добрали еще Варлока. Заберут теперь один вышку. В принципе, можно не медлить. Сразу на Рошана. Сразу на Рошана. Можно было... А, Дезолятора. А, Дезолятора еще нет. Ну ладно, если Дезолятора нет, то пока, наверное, можно покачаться, пока он там пролетит. И потом уже только пойти. Все равно без ультимейта Варлока, мне кажется, драться будет очень-очень сложно сейчас. Вот преимущество 5000. Темпларка огромная. 14 левел. 9к. Этворса. Очень много. Так. Дезолька-то от правил доезжает. Первая дуэль у нас выиграна Кезу. Морф у нас играет... О-о-о-о! Mask of Madness! Что это за Mask of Madness такой интересный? Мунминдер должен умереть. Торнадо использует АЮС, чтобы заласхитить героя. Заряжая Спиритвесель. О, ну а Спектра на качи пока что. Стандартный билд от Блатсикера. Вейл плюс Юл. Попытка будет его забрать сейчас. Немножко неудачная трапа от Брайла. Мог бы хоть немножко подзамедлить. Брайл размансовывает. Есть у него топорик. Сейчас как-нибудь надо... Не, никуда, никуда не денется. Еще плюс демэдж для... Легионочки. Торнадо полетел и должен будет сейчас Роя убить. Ауи, ну ауи. Под действием Shadow World вроде бы живет достаточно долго. Разменяли пока что пятерку на Хардлейнера. В мид телепортируется... Не, ну вот, кстати, вот такого я что-то давно не припомню. Прямо именно Mask of Madness. Прямо. То есть обычно просто берут маску, а тут человек Mask of Madness. Грейт. На Брайла сейчас, видимо, будет попытка напасть. Ценви получает Melt в спину. Неприятно. Ничего себе, проденайл. Видели как Брайл буквально двумя тычками... Ой, жестко. Как-то получилось проденайить. Философер Стоун выпадает в команде Dyer. Хорошая штука для Титана. Наверное. Вот, поскольку... Ну да, он вроде бы Астрал Спиритом дэмэдж получает. И бежит, типа, кого-то убивать. Но он достаточно быстро погибает. Так, Брайл, 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 Брайл. Пошел Хаунд, нападают на Брайла. Брайл сейчас будет у него Melt, он у Melt прячется. А Detection не подвезли, друзья. Detection Нема. Хаунд поражали. Я не вразумею. Зачем так жить? Ну, в общем, понятно, да, что Радиант, они должны по КДХ. На самом деле, Хаунд, вот, если вот он так вот используется, и вы потом еще что-то фармите. Это как бы норм. Но Хаунд на ранних стадиях игры желательно использовать для убийства хотя бы саппортов. Хотя бы. То есть, это твоя опция получить дополнительный фарм. Ненви сейчас должны напасть, должны скастовать дуэльку. Специально выжидает паузу Кизу, чтобы дуэльку скастовать немножечко попозже. Чтобы Темпларк успел еще пару ударов врить. Если вдруг там будут какие-то сейф-тпшки, или там как-то будет Спектрап переживать. Ой, Монминдер тут так сшакрить, у вас Шекл немножко не повезло, не попадает. Пошел Телекинес, Роя пытается уйти. И HFN с Mask of Madness, драмами и агельным ножом тоже в миде оказался, телепортировался. Поправляется дальше качаться. Ну вот, опять такая ситуация возникает, да, что Крэйзи нужно пойти где-то зафорсить драку. Потому что просто в тупую на Рошана они не могут идти. Пойти в тупую на Рошана, это значит получить там Торнадо, ЕМПшку плюс Бладрайт. Получить кучу урона и грустными-грустными оттуда уйти. Вот, им грустными ходить не хочется, поэтому нужно нажать смоу, куда-то побежать, заставить соперника выбить какие-то скиллы, подраться, убить героев. Вот, заставить Варлока нажать свой ульт желательно. Ну и, соответственно, просто после этого пойти забрать Рошана. Главное, очень ценных героев не потерять. Команди Дайер, Сенс Ринк. Прекрасный, кстати, артефакт. Один из лучших, наверное, на втором тире. Брайла должны сейчас здесь заметить на ловушке. Хотят подраться. Брайл просто протанковывает. Дуэлька пошла в Рубика. Ой, какой плохой голем. Опять пошел. Все, ребята, выкинули. Минус Варлок, минус все. Хаунта нет, ульты Варлока нет. Все, пошли, забрали Рошана. Геймплей простейший просто. Просто простейший. Вот, ну, когда соперник не шатает тебя по карте постоянно, вот, то вот таким драфтом, который есть у Дайера, им, ну, достаточно просто все делать. Просто, понятно и очевидно. Вот, это, как бы, легко говорить, да, когда вот ты выиграл, там, две или, там, три линии. Тебе, вот, комфортно играть. Вот, просто встанешь, вот, против такого же пика, например, только у ребят у OG, например, да, или, там, у каких-нибудь Secret. Они мало того, что не проиграют так сильно линии, то есть, они даже за проигрышные матчапы умеют цепляться и оттуда выносят, ну, настолько много, насколько это, в принципе, возможно. И потом начинают тебя просто по карте таскать, что ты теряешься, да, что, там, ты, вот, привык играть, там, здесь чуть-чуть пофармить, а на тебя уже кто-то нападает, где-то там тебя убивает, где-то варда начинает стоять уже. То есть, это одно за другое цепляется и получается, что, вот, одним и тем же пиком, вот, вот в такой ситуации, да, когда, ну, у Radiant не проигран драфт. У них плюс-минус играбельная стратегия, просто они совершенно безинициативны на протяжении 20 минут. Где-то, чтоб вот инвокер в гостволке побегал, цепанул, торнадо, ЕМП, хаунд. Нет, не было. Где-то, чтобы, там, врубтура пролетела от сикера, плюс какие-то скиллы от Рубика Голем нормальный упал, какого-то кора убить в смоке тоже не было. Вот, те хаунты, которые Энви нажимал, они всегда заканчивались ничем, фактически. Поэтому, ну, не знаю, не знаю, как бы, у Radiant драфт неплохой. Ну, как, не неплохой, а играбельный. Просто у них как-то не идёт, у них как-то не получается. Морк добирает вышку в центр, да, Рошан у нас уже давно упал, а Игис достался HFN. Ну, и в данный момент происходит просто то, что команда Дайра закрывает карту. Такое мы видим на протяжении вообще, наверное, всей Омега Лиги. То есть там хорошие матчи на Омега Лиге. Ну, ладно, я не все игры видел, но... И, по крайней мере, те игры, которые я видел, они на Омега Лиге были, ну, такие вот. Типа не очень прикольные, не очень интересные. Вот, и только ближе к концу, где там уже началось вот это вот рубилово между там Альянс ОГ, между там Альянс Энигмой, там Сикреты дважды с ОГ играли. Ну, финал, вроде говорят, не очень такой. Он был скучненький немножко, потому что Сикреты там 3-0 проехались. Но то, что было до этого, да, когда Сикреты с ОГ играли, когда они там... Ну, там просто супервозня была. Вот, ну, это очень круто было. Вот, и там постоянно такая ситуация. Так, одна команда чуть-чуть посильнее другой. Идет кач-кач-кач-кач-кач-кач-кач, потом просто забирается Рошан, захватывается карта. И вот, ну, что сейчас Радиант могут? Тут, ну, ничего, на самом деле, они не могут. Они могут просто вот, типа, побить Крепочков и надеяться, что соперник их не поубивает. Да, тут хороший, кстати, очень геймплейный момент от ИЧ Фэна. Был он грамотно, превратился в Спектру, кинул нож, получил вижен на нее. Спектра пытается сделать телепорт, но, конечно же, у нее ничего не выходит, поскольку ИЧ Фэн бежит за ней и дает адептив страйк. Четко. Так, и что в Медоке? У нас сейчас тоже должно что-то произойти, да, 10 секунд дуэлька, блинк заряжен. Тут БКБшки начинают, вот появится БКБ, да, здесь БКБ уже есть, причем 10 секунд, наверное, да. БКБ здесь, БКБ здесь, Морф что делает? Морф делает пушку, да, он, видимо, Mask of Madness разбирает на пушку, плюс Сатаник. Понятно, почему, Mask of Madness. Ну и все, когда ребята выходят драться против Аегиса, когда Спектра в Таверне, на вражеских... Пфффффф... Пишем, ГГ, выходим. То есть, смотрите, вот два сентри варда. Они уже отстояли все свое время. То есть, вот Радиент и Дудь сюда драться в Аегис Темпларке. Извините, пожалуйста, в Аегис Марфа. Когда спектра в таверне. И потенциально на огромное количество вижена здесь, потому что они тут ничего не видят. И они тут ничего не девардили. То есть, это, ну, все плохо. Вот три условия. Знаете, как вот в той притче, когда к Сократу пришел какой-то чувак. И говорит ему, Сократ, знаешь, что про тебя там другой философ сказал, да? Ну, тут просто уже заканчивается игра, друзья. Что, кстати, по таймингу успеют выбить? Должны сейчас с Крейзи отойти. Хорошему. Пытаются убить Ташку, пошла дуэлька. Хороший шиклшот. Аегис-то, кстати, заканчивается. Но нормально, там успел подрегениться Морф. Смонтился. Врывается вперед. Ну, тут, да, уже играются. Уже начинают играться. Морфа не должны убить. А помощь, 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 помощь. Производ атака. Ага, понятно. Тут у нас у Виндрейджера мадрески вадалька. Ну, так вот. Когда к Сократу там приходит какой-то чувак и говорит, вот про тебя три... Ну, про тебя там другой философ там сказал, что ты Сократ ему говорит. Так, погоди, типа, не говори. Типа, сначала просей эту инфу через три сита. Точно так же и здесь. Хочешь драться, просей это решение через три сита. У тебя есть... Ты сильнее сейчас, вот, в данный момент? Ну, у врага 25, там, 15к преимущество. Нет, ты не сильнее. У врага, может быть, Аегис кончился? Нет, не кончился. Может, у тебя позиция есть хотя бы хорошая? У тебя, ну, за счет хорошего вижена ты можешь как-то напасть? Нет, вот. Типа, три условия, при которых драка просто невозможна. На самом деле, там, даже одного условия уже достаточно. Это, там, наличие Аегиса и отсутствие спектры. Вот, поэтому... Ну, в общем, ладно, это уже чисто окончание игры. Тут ничего особо говорить нет смысла. Вот, поскольку тут Crazy, ну, на том моменте они уже фактически заканчивали катку. Вот, ну, место, если уж хотели как-то Radiant поиграться еще, как-то, ну, всыпиться в эту игру, явно не то место они для драки выбрали. Ладно, все, перестаю бухтеть. Так, Crazy у нас выиграли первую карту, правильно? Переключаюсь на такую вот штуку. Так, чат. Сколько там? 5-10 минут, лобби стартует, драфты немножечко проходят, я коннекчусь обратно. Все, не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok